В Хунзахском районе открыли колл-центр для консультации пациентов с коронавирусом. Площадка организована участниками акции «Мы вместе». К работе подключены медработники, волонтеры, выпускники и студенты медицинских вузов. Подробности знает Патимат Ханапова. Не упустить ухудшение состояния пациента. Это основная задача колл-центра. Работа горячей линии организована на базе Хунзахской больницы. Ежедневно добровольцы обзванивают около 50 человек. Это лица пожилого возраста, те, кто лечится дома, а также контактировавшие с больными. Я учусь в Самарском государственном медицинском университете на втором курсе. Я сюда пришел добровольно, потому что я хочу знать, как это все происходит. А сколько звонков обратно к вам поступило? Ну, сегодня уже звонков 10. Позвонили, мы человек также 10. Ну, вопрос задаем, например, основные симптомы коронавируса. Например, отдышка, чистость сердцебиения, температура, которая поддерживается в районе трех дней. Например, самый главный симптом – это потеря обоняния и вкус. Какая реакция у людей, когда вы звоните им? Очень даже адекватно. Они благодарны, что заботятся, не забывают. А в случае осложнения куда вы дальше обращаетесь? Вот человек говорит, у меня сильная дышка, у меня температура держится. А дальше какой алгоритм действия? Ну, мы записываем их в листик и передаем фельдшерам, чтобы они поехали, обследовали. Участники акции также разработали чек-листы, по которым ведется опрос. Для информирования граждан вместе с телефоном горячей линии они вывешиваются в общественных местах. Если из семи предложенных вопросов хотя бы на один дан положительный ответ, то следует обратиться в колл-центр для консультации. Мы надеемся, что наш колл-центр даст положительный опыт в лечении пациентов, помощь медперсонала, помощь нашей медицины будет ближе к людям. В планах сделать работу колл-центра межрайонной, подключив к ней соседние территории. Это поможет снизить нагрузку на медперсонал и держать ситуацию под контролем. Подобные площадки скоро откроют и в Махачкале. По теме от Ханапова, Дауд Гацанов, Новости ННТ, Хунзакский район.